Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Всё это в магазине yurochgames.ru Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Всё, привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Yuro Charmy, и сегодня у нас новое видео по BrickRicks. Здарова всем, дорогие друзья! И да, сегодня мы попытаемся кого-нибудь спасти, может, даже спасём чью-нибудь жизнь. И, короче, сейчас мне поступил вызов, Юра, и нам пора на выезд, ты понимаешь? Новый вызов, новый вызов, шеф! Куда поедем? Ну-ка, надо посмотреть. Ты знаешь, где вообще автомобили потерпели крушение? Я же даже не знаю. Я вот сейчас по компьютеру посмотрю. Ты что, не видел? Я свой ноутбук отрыл. У меня тоже карта есть, но она бумажная. Цивилизация не настолько развилась. Короче, написано, что где-то на мосту произошла крупная авария, машины сильно пострадали, обгорели. И, в принципе, вроде людей всех вывезли. Нам пришла работёнка, что нужно убрать мусор. Да, мусор. Но если тачка будет целая, то можем её, в принципе, забрать. Посмотрим, в каком они состоянии и осмотрим место происшествия. Погнали! Какая тачка твоя, какая моя? Давай моя ближняя, потому что я первый вышел. Правила детства. Давай. Окей, выезжай за мной, включай сирену. Есть ли вообще сирена? Да. А как включить её? Ку нажми. О, слушай, прикольно выглядит. У нас прям такие офигенные эвакуаторы. Всё, погнали. Прямо мне нравится моё место работы. Если я буду хорошо работать, я надеюсь, ты мне зарплату повысит, да? Я тебе пока вообще ничего не плачу. Ты офигенно! Ты на испытательном сроке. Погнали, посмотрим, что произошло. Прикинь, умереть на испытательном сроке. Каким неудачником? Постарайся не умирать. Слушай, а мы, наверное, же недалеко, если ты говоришь где-то на мосту, да, место? Да, где-то здесь, где-то здесь. Короче, у нас крупная авария. Я уже вижу первую машину. Она, походу, горела в хлам. Слушай, да, я вижу вторую, она прям на краю ущелья. Ох ты, нифига, я только сейчас заметил. Так, я вниз поеду тогда. Хорошо, хорошо, а я забираю. Ты чё за тачки? Ты видишь, чё за тачки? Не знаю, пока не рассматривал. Главное, правильно припаркуйся и помни, что нельзя слишком сильно играть с крюками, а то можешь нахрен сломать на нашу машину. Хорошо, 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 я не буду её русить. Я надеюсь, у неё что-нибудь хотя бы останется из деталей. Так, я припарковался вроде аккуратненько. Смотри, сломаешь моё личное транспортное средство, я тебе заслужу. Так, ну, народ. Я надеюсь, там уже никто не узнает, они никому не нужны. Смотри, офигеть, она ржавая, я только сейчас заметил. Это да, слушай, у меня Волга какая-то. Волга? Волга, реально Волга. Посмотрите, где Юра просто находится, он на краю ущелья. Ну, в смысле, его машина. Да-да-да, вот и ты, ты её сейчас столкнёшься. Ой-ой-ой, я чуть её не снял, да, к чертям собратью. Будь аккуратней, будь аккуратней, парень. Очень, очень опасно, слушай. Ты как разговариваешь со своим боссом, сынок? Сэр, будьте аккуратней, я боюсь за вас. Кто мне зарплату платить будет? Мне ради этого только выдаст. На пособие будешь жить, ничего с тобой не случится. Подтянуть надо, подтянуть. Так, надо хорошо зацепить для начала. Блин. Надо вокруг фургона, приходится бегать. У тебя там работёнка почище? Да, конечно, почище. Я тут на краю моста стою, если чё, я тоже упаду. А я ущелье, так что на меня не упади. Прикинь, если я упаду, то я упаду на тебя. Это будет супер эпик. Не надо нам супер эпиков. Канаты подтягиваю, я немножко уже почти справляюсь. У меня испытательный срок, я чувствую, я его спокойно пройду. Вот просто изи, это будет изи. Очень хочется в это верить. Так, я потянул машину, у меня всё готово. Готово? Ты уже можешь ехать, в принципе? Да, только ещё чуть-чуть надо. Вот так вот. Так, сейчас посмотрим, друзья, как будет двигаться тачка. Отлично. Так, а у тебя чё? А ты чё их не потянул-то, а? А чё, не надо? Щенок, потяни повыше, ты сейчас всю машину об землю расшкарябаешь. Думаешь, она у меня это того? Думаешь, я знаю. Я уже 15 лет, это бизнес, и чё ты со мной смотришь? Это бизнес, чуваки, это бизнес. Так, ну один канат есть. Обе, обе подтягиваете на год. Всё, они у меня обе подтянутки. Машина, в принципе, в воздухе, да. И можно уже двигаться. А как я развернусь, слушай? Ей прямо. Ей через город ехать, мне тогда нужно. Ой, парни, я надеюсь, у меня тачка, она рассыпается по чуть-чуть, но она рассыпается. Нужно ехать очень аккуратно, слушай. Так, я поехал. Уже. У меня принципы положение нормальное. И я думаю, что я быстрее доеду. Прямо по бездорожью приходится кататься здесь под мостом. Вот у меня Феррари, прикинь. Феррари? Нормально. Я чувствую, я сейчас уже попаду на бабки дороже, чем этот эвакуатор. У меня будет штраф за невыполнение плана. Так. Не беспокойся, его владелец, мне кажется, ещё не скоро на ноги встанет. Посмотри, что у меня случилось. Я не знаю, где ты. Парни, просто посмотрите, жопу Феррари, она сгорела, точнее. Ну ты даёшь. Жопа Феррари моего просто раздолбалась до такой степени, что она оторвалась от крюка, понимаешь? Так, если на меня будут жаловаться, я скажу, что это ты. Человеки, походу, нам придётся платить штраф после, ну, за разрушенную тачку. Но я сейчас попробую как-то развернуться тут аккуратно и с другой стороны её припарковать. Не, я нормально еду, сейчас главное в поворот вписаться между домами. Вот это очень сложный манёвр. У меня манёвр немного посложнее, даже я тебе скажу. Так. Жизнь твоя сложная, потому что сам ты дурачок. Такое есть, но я ж не знаю. Так, ладно, я не лучше тебя, у меня отлетел бампер. Окей. Нормально. У меня не только бампер, у меня пол тачки отлетело. Так, хорошо, мусор мы уберём в сторону, он нам мешает. Так, я поставлю как-то вот так свой эвакуатор. И сейчас ищем новые точки соприкосновения с жизнью. Пытаемся хоть как-то его оживить. Слышно. Ау. Реаниматор. Ау, шеф, шеф, я тебя слушаю, шеф. Так, вот. Приём, приём. Ты же, кстати, далеко сейчас от меня, как мы общаемся? По телефону, да? По рации? По рации? Ну да, вот, по рации. У меня тоже рация в кармане. Ты в МЧС, сынок? Это МЧС? Да, МТС, да. МТС, а не МЧС. Короче, я еду дальше, я почти доехал, отлично. Ой, слушай, его так коматозить по этим деталям, когда он ходит. Ты знаешь, как по лего конструктору, когда наступаешь на конструктор ногой. Это да. Так, мне надо будет потом найти, чем заняться с этими машинами. И, в принципе, если мы их сможем оживить, можно будет их продать на местном авторынке. Можно, можно, слушай, это можно. Только если такие развалюхи, конечно, где-нибудь возьмут. Но я умею творить чудеса с машинами, поэтому не сын. Но я тоже попробую с ней что-нибудь сделать. И, в принципе, я поехал. Я надеюсь, крюки на этот раз выдержат. Ну, по-моему, нет. Они не дивы, держат. Можешь их отпустить чуть-чуть, слушай. Так, я не знаю, где ты. Ты давай, маякуй меня. Куда мне ехать, я тебе помогу. Поможешь, серьезно? Тут очень... Я уже доставил первую машину, все отлично. Тут хлам от машины, по-моему, остался парень. Хоть это и Феррари, но я чувствую, Волга как бы по качеству получше, да? Так я понял. Ну да. Ты что, в эту сторону поехал? Да-да-да, я развернулся, потому что там Неварьи. У меня пол тачки развалилась, чуваки, не покупайте Феррари. Это пластиковая гаврища. Да, может его вдвоем эвакуировать? Слушай, она рассыпается. Смотри, сколько деталей я там потерял. Эх, сынок, сынок, я вычту это из твоей зарплаты точно. У меня нет зарплаты. Учитай, ищите, ваше. Из будущего, блин, это фигово. Это реально фигово. Будешь три года на меня работать бесплатно. Так, ну я попал... Волг, куда у меня? Матрик в космоске и Партирусу. Ха-ха-ха-ха-ха! Травмоло производство... Оа-ха-ха-ха! Что случилось? Подожди! Шэм, где больше? Матрик в... Посмотрите, он за поезд уехал. Ха-ха-ха! А, это моя тачка? Эта моя тачка улетела. Хреново. Ну давай попробуй, немножко детальки тут собрать сесть в нее слушай сейчас я в нее сяду ты верь мою машину да пофиг плевать так все я в нее сел ничего не зацепить а я внутри буду сидеть и контролировать ситуацию чтобы все хорошо было посмотрите на эту развалюху просто изнутри охренеть это просто не машина это уже мусор чуваки как ну-ка что-то вся жизнь твоя мусор во у меня шаг везет отлично чуваки все надеемся то что . не рассыпется потому что у меня она рассыпалась два раза у юры стаж побольше и в принципе только не сбрось меня с обрывов лес парень я не хочу этого я хочу еще официал у феррари целую феррари хочет от нее ничего не осталось вы так у тебя что нас цепилась или отцепилась честно случилось тебя я же не дурак я ее короче вытащила для того чтобы поднять нормально нормально давай главное меня довези вот то чувство когда тебя шеф собственный возит понимаете это и агентской слабо он чё давай второй крюк подтягивает принципе может может вести меня двигай водитель двигает пришел прислали же называется для должность поднеси подай свалиды принеси подойдет будешь сегодня толчок быть понял зубной щеткой я буду на это вот с этого ракурса смотреть это просто офигенно выглядит как помню когда тебя с их возит как карета смотрите этом сзади где-то полыхаясь как какаха блин мой фургон твою мать он знаешь сколько стоит нифига у не стать его про производство а ты свой бизнес я забыл его сам покупал ах ты жопа за лично там по моему крюк оторвался ты чё там какая-то лебедка слышал паленую в эту ничего не оторвало все нормально это дрифт ты понимаешь арабский арабский дрифт юридический так отлично почти приехали так вон он вон у наш сервис я сейчас посмотрю куда ты там свою тачку довез да ты реально довез слушай она не фиговая у тебя такая она как ретро до какой-то автомобиль волжам хорошая . слушай хорошая моя лучшая она даже не рассыпается первые 10 минут маленькая такая посмотрите на эту крох крохотную малютку просто взгляните на нее она не сравнится с юриной . вылазь еписов все лази а как их сервисе затаскиваем так да а что салабон сейчас а я тебе дам эту ferrari чтобы я привел нормальный вид есть и все-таки машина будет четкая то мы сможем продать надеюсь ты справишься я надеюсь я тоже справлюсь ну что чуваки а ты свою будешь покатить ну конечно волжам на ретро погнали проверим свои способности ну что ж ребята настало время прокачать нашу ласточку волга очень крутая я надеюсь что получится и за сегодня как надо и выручить с этого очень очень много бабла короче после всего этого мы с вами отправимся в магазин где можно будет ее продать ну а вы в конце в итоге ребята а можете написать стоимость данной машины в долларах как вы думаете сколько бы такая тачка стоила окей погнали ее на ремонтировать так а здесь все отлично быстренько ставим колеса это самое главное и самое легкое принципе из того что здесь у нас есть так надо привести ее более-менее хороший вид и мне кажется что будет все прямо четенько так а красные давайте сделаем фары которые принципе у нас основные чтобы и почему бы и нет так отлично мне кажется что слишком белая машина нужно потом с этим делом а будет что-то сделать более-менее подходящее так окей может покрасить все таки и в какой-то камуфляж ребята как вы думаете так надо было похоже с камуфляжа начинать с основного основного цвета так что у нас здесь есть такого необычного интересного нет это слишком пестро что-то непонятное но такой знаете кому-то какой-то тюнинг на тачке что в принципе очень даже тоже неплохо смотрится так что у нас еще есть лава какие-то непонятные галлюциногенные вещи так это стиль змеи на вообще никак абсолютно не подходит ну принципе довольно таки неплохо неплохо смотрятся все вот эти вещи вот такой давайте сделаем спортивный вариант волги да или чё-то 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 не то слишком как-то ребит но мы сейчас все это дело подправим ребята так колеса у нас будут какие пускай у нас будут просто хромированные колеса или даже белые сделаем чтобы было в тему отлично так где белый вот он белый хорошо белые колеса это то что надо так окей отлично что у нас здесь вот так вот надо сделать лампы конечно же лампы сюда красного цвета вот как я уже и говорил это обязательно нужно немного ее будет подправить а то что-то она слишком пестрая прям вообще мне не нравится так что 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 можно здесь делать вот это допустим можно сделать черным чисто так пойдет вот это дело придется сейчас доработать у нас нету части зеркала что не очень хорошо так черный нет почему сталь собственно стойки стойки пожалуйста не спешите у нас должно быть здесь зеркало вот так вот так хорошо 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 control c опа вот и отлично вот и зеркало на месте сзади то же самое так понимаю да смотрите ребята хорошо принципе довольно таки неплохая такая затея делать ремонт и машин кстати очень прибыльная так вот так вот отлично и еще так это что это вот вот это у нас еще тоже стекло так отлично замечательно что у нас здесь что-то непонятное давайте сделаем пока белым чтобы было более-менее видно так нужно закрыть крышкой капот так это где у нас дело где-то вот здесь так повыше так почему собственно она какая-то непонятного теперь она белая но не то сталь белая сталь окей дальше отлично похоже что то на капот теперь так здесь мы тоже вмешаемся в это производство и сделаем что-то красивое так допустим пускай будет черный так окей слишком ребит машина ребята прям вообще пипец я думаю что не будет такого прям жескоча но тем не менее пускай как-то вот так она и остается так спойлер можно сюда поставить мне кажется что было бы довольно таки неплохо это так сейчас посмотрим что можно сюда поставить интересное так тарата татата тата вот так мы сделаем с вами и вот так мы с вами сделаем так можно еще приподнять его немножко а так на двух что-нибудь стоячие есть интересное давайте посмотрим вот это на одной да на одной черт побери ну ладно пускай будет такой чтобы нет мне мне нравится дольки интересный получится спойлер у нас и поставим одну планочку длинную на 8 чё-то коротковато хотя нет как раз габарит машины значит будет нормально так поднимая 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 еще еще отлично вот пожалуйста готовый спойлер и вот так закроем вот эти финтифлюшки чтобы они нам не мешали отлично слушай вполне неплохо так мне кажется что сюда нужно все-таки поставить что-то побольше десяточку допустим а десяточки у нас такой нету да десяточки у нас нету такой которая нужна поэтому все-таки придется оставить восьмерку ладно хорошо здесь все понятно колеса готовы фары есть все это сверкает сидушки принципе внутри не нужны мне кажется так давай ты будешь белая чтобы тебя было видно хорошо давайте тогда все-таки поставим еще одну сидушку так иди сюда где-то там есть а вот пассажирское сиденье все хорошо и пониже еще еще где-то есть там непонятно куда ставится вот вроде цепануло вроде встал короче ребята такая волга у нас будет не стал заморачиваться слишком сильно но мне кажется что в принципе этого будет вполне достаточно с головой пишите комментарии что думаете конечно расцветка слишком перстра но если было больше времени можно было это дело все обыграть но на этой ноте пока мне кажется мы закончим так это что такое это что-то не то было что-то что-то не то чуть-чуть вот так вот вот теперь отлично хорошо ребята я еду ее продавать босс босс тюнинг тачек закончен пошли смотреть пошли смотреть результат так окей сейчас закрою ноутбук свой обязательно надеюсь ты меня не подвел салага ну смотри твою тачку я разыкрашивал прям по своему вкусу а вот свою так чисто знаешь не броско слишком как тебе нравится раскраска зеброй юный судок что ты курил машину так-то свою осадил а да слушай красная ferrari с черной полоски но неплохо неплохо круто выглядит она мне реально очень понравилась вот именно тот ее вид с которым она мне подошла в начале не очень нравился чисто классе чисто классическая тогда да 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 слушай а вот у тебя на зебру чё-то похоже это какой-то долматинец у меня ну в принципе обе тачки теперь в нормальном состоянии не то что мы их изначально получили да да так что все нормально мы рады мы довольны поехали ее продавать ты серьезно ну-го-го я надеюсь мою кто-то купит но насчет твоей вообще не спорю там ее сразу с руками и ногами расхватает чисто задержки сутенерский раскрас я чуть не портанул тачку прикинь я только ее отремонтировал и уже чуть в аварию не попал ну все давай гоним тогда тогда юра ясно водитель от бога я завесло у меня слишком много лошадей под капотом до волга это чуваки это не так стой тормози тормозить за 100 метров до тебя успеть не такое ощущение что я что-то с этой тачкой сделал потому что она как-то странно себя сейчас ведет ну да ты и про тюнил это июнь тюнинг так все тормози здесь хорошо просто тормози здесь не едет никуда все я слушаю тебя шахт и лучше отъедь подальше если жизнь тебе дорога сейчас будет опасно смертельный номер смотрите на это так а чем потом у меня машина на ручнике не стоит все волжала какая-то дерзкая прям вообще не слушается тебя вообще что-то управление короче по инерции машина катается давай давай но она просто у тебя дерзко я понял надеюсь попробуй свою загони она даже не поднимется у тебя капот да и хер с ним наверху починим все я поехал давай парень это что-то это чем было такое это реально смертельный номер так а как загонять ты сюда ой мне щас недоступен загон все я я ее поднял наверх все отлично красава давай теперь моя очередь я надеюсь сейчас у меня это получится сделать просто мне тоже подвеска низкая давай 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 родная езжай сейчас мари вот в мастерство сейчас проверишь мастерство щас ты просто убедись в том что я не такой ты и салага готов аааааа тяни тени тени друйча сейчас разгончика смотри сейчас разгончика я пытался с разгончика сейчас я попробую у меня ты никакая там кухня в волге понятно короче ребят да юра у нас шеф он оправдал свои умения, сейчас зададим немножечко назад. Я понял. О, все, 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 сейчас, слушай, что мне делать дальше? О, ты меня везешь, о, я двигаюсь! Стоять на месте, стоять на месте машины дьявола. Я просто держу в передней передаче, чтобы... А она что, не двигается, да, как-то ты едешь? Нет. Слушай, мы их на продажу, да, я так понимаю, привезли. Да, все. Что ж, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, сколько бы стоила та или иная тачка, несмотря на то, что Феррари, ну, уже 0 рублей. Юрина, 0 рублей. Смотря, как она по инерции катается, она даже не тормозит, когда она на тормозах бежит. Она просто бешеная. Она прокачанная просто по самой неболой. Давай, что, вниз сиганем? Рискнешь? Нет, с тобой нет. Надеемся, что вам понравился наш тюнинг. И ждите новых серий. А на этом всем удачи! И Юра что-то сумасшедшее опять хочет сделать! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылки в описании. Всем удачи и всем пока! До свидания! Про на летачке!